Всем привет! Меня зовут Саша Бажанов. Я сейчас играю с техобизором в проекте Dragonarium. И сегодня я хотел рассказать вам про микроплатежи на платформе Ethereum и в частности про проект Raiden Network. Что такое Raiden Network? По сути, это платформа для общей перевода токенов и эфира, которая работает поверх блокчейна эфириума, а также она предоставляет гарантии, такие же как у эфириума, то есть переводы в ней также безопасны и финальны, но в то же время она, эта сеть является масштабируемой, она является сетью, в которой комиссии на порядок меньше, чем комиссии в сети эфириум, а также она очень быстро, то есть переводы токенов и эфира, они на порядок быстрее, чем ончейн переводы в эфире. Давайте рассмотрим, какие же проблемы решает сеть Raiden Network. В первую очередь, это масштабируемость. Как мы все знаем, что сеть эфира, она сейчас испытывает большую нагрузку, и примерно ее профессиональная способность, это около 10-15 транзакций в секунду на данный момент, и с увеличивающимся adoption этой сети она не будет масштабироваться в данной имплементации, и это даже говорит ее создатель Vitalik, и поэтому с этим есть проблема. Raiden Network является масштабируемой сетью, и чем больше пользователей в Raiden Network, тем больше ее пропускная способность, и она может скейлиться в теории без ограничений. Вторая проблема — это время транзакции, время переводов. Получается, как мы знаем, что для того, чтобы перевод эфира или любая транзакция в эфириуме была финальной и не могла быть отриверчена, нам нужно подождать несколько блоков, чтобы быть уверенным, что блок не выйдет из главной цепочки. И на данный момент один блок в эфириуме занимает 15-30 секунд, и тот факт, что задержка такая большая, она ограничивает множество юзкейсов эфириума и заставляет неудобство пользователям приложений, построенных на базе эфириум-нетворк. А сеть Raiden Network предоставляет возможность проводить моментальные транзакции так же быстро, как отправка текстового сообщения. И тем не менее транзакции, они все так же обладают свойствами финальности и безопасности, как и в основной сети эфириума. Третья же проблема — это комиссия за транзакции. Все мы знаем, что криптовалюта эфира волатильна, плюс цена газа также волатильна по отношению к эфиру. И если я заплатил сегодня один цент за транзакцию, завтра это может быть уже на порядок больше. Более того, сейчас простой перевод в эфире, я вот сегодня смотрел на сайте Guster Station, стоит около половины доллара, ну и с нормальным, со стандартной, ну стандартной, средней цены перевода, что как бы достаточно много в сравнении даже с другими способами перевода денег. И это исключает множество юзкейсов, которые могло бы быть реализованы на базе эфириума. В Raider Network транзакции идут с небольшой комиссией, в некоторых случаях они могут быть вообще без комиссии, что позволяет реализовать многие юзкейсы, которые раньше были невозможны. И четвертая проблема, которую частично решает Raider Network, — это проблема privacy, проблема конфиденциальности платежей и балансов. Значит, в эфириуме все мы знаем, что баланс каждого человека, он публично виден всем, если мы знаем адрес кого-то, то мы можем посмотреть, сколько у него денег, кому он их переводил и в какое время. А в транзакции в Raider Network они не видны публично всем, они видны только отправителю-получателю и посредникам перевода. И этот уровень приватности, я думаю, достаточно для многих пользователей. Если эти пользователи не являются террористами, то для большинства людей это приемлемо, что их баланс может быть виден только нескольким людям, которые не имеют отношения к ним. Вот. Что ж, перейдем дальше. Давайте рассмотрим какие-то use case, варианты использования, для которых Raider Network наиболее пригоден, для которых он создавался. Первый use case — это розничные платежи и peer-to-peer платежи. Я уже говорил, что из-за большой комиссии, из-за большой задержки транзакций, на эфире, конечно, можно построить магазин, однако пользователи будут платить даже иногда больше денег за саму транзакцию, нежели чем за товар, что не является приемлемым в большинстве use case. И в Raider Network, поскольку комиссии близки к нулю, и время транзакции, оно тоже близко к нулю, это позволяет реализовать, использовать данную сеть во множестве use case розничных платежей, интегрировать ее в разные магазины и иметь хороший user experience данных магазинов с помощью подобного способа платежа. Получается, следующий use case — это микроплатежи и рынки IoT. Стоит отметить, что такие понятия, как экономика роботов, machine-to-machine economy, они все невозможны без надежной платформы микроплатежей, потому что, когда машина, робот или дрон хочет заплатить за зарядку другой машине, он не должен платить комиссию больше, чем самая зарядка, иначе это становится просто комически неэффективным иметь такой use case и работать с данному роботу. И как раз Raider Network предоставляет такую платформу, и он может быть ингррирован в экономику роботов, в отличие от эфириума или биткоина, который сейчас, во-первых, имеет большую задержку и большие комиссии, а также для того, чтобы безопасно платить в нем, требуется скачать, по крайней мере, большую часть блокчейна на локальную ноду, что не позволительно для каких-нибудь микроустройств, как IoT или дрона или другие роботы. Вот. Ну и еще один из кейсов — это Atomware Ambient Token, который является ядром дезинфицированных эксченжей, бирж. Вот. И есть еще отдельный проект поверх Raider Network, который как раз-таки реализует концепцию дезинфицированной биржи. Вот. Что ж, давайте рассмотрим, как это работает. И сейчас там начнется более техническая часть доклада. Вот. Я там расскажу о трех концепциях, на которых основывается проект Raider Network. Это… Первая концепция — это хэш-лог. Вторая концепция — это payment channel и payment network. Вот. Что такое хэш-лог? По сути, это некий сейф, в котором хранятся деньги. И для того, чтобы использовать эти деньги пользователю или владельцу этих денег, надо предоставить некоторый приватный ключ в транзакцию. Вот. Под деньгами имею в виду криптовалюту. Вот. И давайте рассмотрим на примере, что это значит. На примере биткоина. Вот. Например, если я хочу перевести другу какую-то сумму денег, однако я не хочу, чтобы друг имел возможность тратить их сразу, а только после какого-то момента, когда я ему передам ключ от этих денег, тогда мне нужно сделать следующие шаги. Во-первых, сформировать некоторый приватный ключ, который будет храниться у меня секретно. Под этот приватный ключ я формирую некоторую транзакцию, которая является, по сути, сейфом. Вот. И в эту транзакцию я закладываю хэш от моего приватного ключа. Вот. И данная транзакция перевода денег биткоинов, она валидная транзакция, и она записывается в блокчейн, и пользователь получает деньги, однако их не может тратить, пока он не раскроет этот сейф, этот хэшлок. И как только я передам моему другу исходный прообраз этого хэша, то есть приватный, неправильный ключ, но ты можешь сказать хэш, хэшлок-ключ, тогда он сможет их... Работает? А, работает микрофон, да. Давайте рассмотрим вот в этом примере, как эта транзакция выглядит. Например, когда я посылаю биткоины кому-то, я включаю в транзакцию замыкающий скрипт, который состоит из данных операций. Вот. И когда пользователь имеет приватный ключ, он вставляет его в транзакцию траты средств, и скрипт, который выполняется в момент траты, он берет хэш от параметра приватного ключа, ложит его вместе с хэшом, который находится в нашем сейфе хэшлоке, и сравнивает их. Если они равны, то транзакция сочетается валидной, и деньги могут быть потрачены. Однако без ключа, без прообраза хэша данные деньги не могут быть потрачены никем. До того момента, как этот ключ, он публично известен. Это была первая концепция, которая является основой Raiden Network. А вторая концепция — это непосредственно канал платежей. Значит, что такое канал платежей? Это некоторая сущность, которая позволяет двум пользователям обмениваться токенами без использования блокчейна непосредственно. И они делают это с помощью некоторых таких сущностей, называются они balance proof, или подтверждение платежа. Если взять какой-то пример из реального мира, это можно сравнить с чеками из банка. Давайте тоже посмотрим на примере, как это работает. Получается, например, если два пользователя А и Б хотят обмениваться, часто обмениваться токенами, однако они не хотят платить комиссию за каждый перевод, и не хотят ждать каждый перевод по несколько минут, чтобы видеться в его финальности, то канал платежей, он предоставляет такую возможность, и для его открытия пользователям А и Б требуется внести некоторый депозит в токенах или в эфире, в которых они хотят обмениваться. И они вносят этот депозит на один смарт-контракт, и таким образом открывают канал между собой. И далее, если пользователь А захочет перевести некоторое количество токенов пользователю Б, ему не требуется уже делать ончейн-транзакцию, хотя открытие канала еще было ончейн-транзакцией, когда два пользователя внесли деньги, следующий перевод уже не является ончейн-транзакцией. Последующий перевод получается таким образом, что пользователь А генерирует транзакцию, которая является balance-proof, однако транзакция не попадает в сеть биткоина или эфириума, в данном случае эфириума. Она просто передается по сети, по какому-то другому каналу пользователю Б, и таким образом пользователь А передает деньги пользователю Б без блокчейна. И пользователь Б в любой момент, когда ему захочется, он может передавить эту транзакцию в блокчейн, отправить эту транзакцию, которая подписана ключом пользователя А, на смарт-контракт, который ему выдаст его депозит, плюс баланс, который был переведен в этом balance-proof. Однако, конечно, сразу же отдавать этот balance-proof в блокчейн не имеет смысла, потому что любая транзакция в блокчейне стоит денег, и тогда нет смысла в канале платежей. И выгодно эту balance-proof оставить пользователю Б у себя и до того момента, как они не захотят прекратить свои экономические отношения. И таким образом, во время существования канала пользователи А и Б могут в обе стороны передавать друг другу balance-proof, тем самым совершая платеж вне блокчейна, с нулевыми комиссиями и без confirmation time, то есть моментально. Давайте рассмотрим ситуацию, когда все-таки пользователь А или Б захочет прекратить отношения со своим коллегой и взять реальные деньги из контракта. Получается, пользователи А и Б обменялись несколькими транзакциями, и финальное распределение токенов у них вот такое, как показано на слайде. Далее пользователь Б посылает транзакцию в блокчейн, которая уже стоит какой-то комиссии, каких-то денег. И в этой транзакции он передает последний balance-proof, который получил от пользователя Б, в котором содержится информация о финальном распределении токенов между двумя пользователями. Пользователь А тоже предоставляет такую же транзакцию, и если эти транзакции, они идентичны, тогда смарт-контракт, он раздает пользователю А и пользователю Б их депозиты, однако уже распределение токенов, оно другое, оно не такое же, как в начале, оно уже идет с поправкой того, какие переводы были сделаны между открытием и закрытием канала платежей. Это была вторая концепция. Третья концепция — это сеть каналов платежей. Канал платежей работает, все с ним хорошо, только он требует депозита. И проблема в том, что в канала платежей нельзя передавать денег больше, чем депозит, потому что эти деньги, они не будут ничем подкреплены. И поэтому, если пользователь А общается экономически со многими пользователями, ему нужно на каждый канал создавать депозит, и это может потребовать больших денег, большой объем криптовалюты, может быть заблокирован в таком случае. И оказывается, для того, чтобы передать деньги от пользователя А к пользователю Д, не обязательно иметь прямой канал между ними. Нам необходимо иметь лишь только какой-либо путь из каналов, который соединяет двух пользователей в этом графе, каналов платежей. И получается, да, это была третья концепция. Надо заметить, что в таком случае у нас пользователь А, он передает, ну, если он хочет перевести деньги к пользователю Д, ему надо совершить перевод с помощью посредников, например, Б и Е. И эти посредники, они предоставляют в аренду свои каналы состояний пользователю А и пользователю Д. И поэтому они должны, по сути, быть заинтересованы предоставить такую услугу. Поэтому в этом случае может заниматься некоторая комиссия пользователями Б и Е. Однако, если эта комиссия превышает ончейн-перевод, в этом нет смысла, потому что в этом случае пользователь А может перевести пользователю Д деньги напрямую с помощью блокчейна. Поэтому ожидается, что комиссии в такой сети пеймент-каналов будут на порядок меньше, чем комиссии в блокчейне. И это обеспечивается тем, что затраты посредников гораздо меньше, чем затраты майнеров на ресурсы вычислительные. И поэтому предполагается, что комиссия будет значительно меньше, чем в блокчейне. И скомбинировав все эти три концепции, концепцию хешлоков, концепцию каналов платежей и концепцию сети платежей, мы можем рассмотреть на примере, как работает перевод в Raiden Network. Давайте рассмотрим пример, когда у нас есть четыре пользователя. Пользователь Алиса, Борис, Светлана и Денис. И они, получается, и Алиса хочет перевести некоторое количество денег пользователю Денису. Однако между ними нет прямого канала платежей, и поэтому Алиса просит Бориса и Светлану помочь ей и арендовать их каналы платежей для проведения перевода. И они соглашаются, при этом, возможно, взяв какую-то комиссию. И Алиса отправляет деньги сначала Бобу, а в тот в свою очередь присылает деньги Светлане, а затем и Денису. Однако, чтобы гарантировать то, что Борис не возьмет деньги и не убежит, Алиса посылает не простой баланс-пруф, как мы рассматривали раньше, а баланс-пруф, который защищен еще с помощью хэшлока. И Борис, он не может взять деньги Алисы сразу же. Ему надо иметь какой-то приватный ключ от этого хэшлока, чтобы воспользоваться данными средствами. Давайте рассмотрим, как этот ключ перемещается по сети, чтобы в итоге все платежи были заблокированы в один момент, и чтобы ни у кого не осталось возможности избежать с деньгами, не совершив перевод при этом. Получается, все переводы между участниками заблокированы с помощью одного и того же хэшлока с одним и тем же хэшем. И единственный ключ — он отпирает сразу же все хэшлоки. Поэтому после того, как пользователь D получил заблокированный перевод, он сообщает об этом Алисе, которая высылает Денису приватный ключ. И Денис уже сразу же может разблокировать свою транзакцию от Светланы. И в теории он может просто взять и публиковать ее balance-пруф в локчейн, тем самым взяв деньги, которые перевела ему Алиса. Однако, если он не расскажет Светлане ключ от перевода, тогда Светлана не может потратить деньги, которые перевел ей Борис. Поэтому это не будет работать. Однако надо заметить, что когда Денис берет деньги, он должен транзакцию опубликовать в блокчейн, в котором все транзакции публично видны. И в том числе ключ, который сидит в транзакции, он тоже виден всем участникам, в том числе и Светлане. Поэтому Светлана может посмотреть в блокчейне, какой же ключ был использован Денисом и разблокировать ее средства. Однако это не является оптимальным вариантом развития событий, потому что в Raider Network задача избежать ончейн транзакций. Поэтому Денис просто берет balance-пруф от Светланы, хранит его у себя и пересылает приватный ключ от хэшлока Светлане, которая в свою очередь разблокирует транзакцию от Бориса, получает деньги свои и передает Борису приватный ключ, который уже в свою очередь тоже разблокирует перевод от Алисы, получает деньги. И таким образом наш мультихоп-трансфер, он завершен успешно, и получается Алиса в итоге отправила деньги Денису с помощью посредников Бориса и Светланы. Еще можно рассмотреть такой кейс, когда, например, кто-нибудь ушел в офлайн, и, например, Алиса привела мультихоп-трансфер, однако, например, Светлана заснула, и она не смогла передать хэшлок-трансфер Денису. И в этом случае есть второй способ разблокировки средств в хэшлоке, когда по тайм-ауту деньги становятся доступны отправителю. То есть если не будет предоставлен ключ в определенное время, то этот трансфер, он может быть аннулирован, и деньги вернутся Алисе обратно. В этом случае Алиса должна будет найти иной путь, в котором все юзеры активны, и провести еще одну попытку платежа. По сути, то, что я вам сейчас рассказал, оно как бы есть в теории, есть уже какая-то реализация, в тестовой сети эфириума. Однако это сейчас еще не работает. В мейнете не работает, поэтому команда, которая разрабатывает Raiden Network, она сделала небольшой такой спин-офф проекта, который называется Micro Raiden, и который уже работает в мейнете, его можно использовать в продакшене, как они заверяют. Однако эта урезанная версия Raiden Network, она не поддерживает мульти-хоп-трансфер, она только поддерживает юз-кейс, когда у нас есть, например, один мерчант, у которого есть много клиентов, и любой из клиентов может открыть канал платежа к мерчанту, и оплатить его услуги, при этом совершив только две транзакции, на открытие и закрытие канала. А между этим он может покупать его услуги бесконечное количество раз, и при этом стоимость одной услуги может составлять долей цента. Я еще потом покажу пример, где это может использоваться. А также еще в чем преимущество Micro Raiden, что поскольку нет мульти-хоп-трансферов, нет посредников, то и нет комиссий, то есть они отсутствуют полностью. За исключением, конечно, комиссии за открытие и закрытие канала. И это уже работает в Мейннете, и на прошлой неделе было выпущено обновление версии 0.2.0, и это можно юзать уже, на самом деле. Можно экспериментировать и внедрять в свои проекты. И давайте рассмотрим на примере, в каком-то более живом, как Micro Raiden может быть использован в реальном мире и реальными людьми. Например, возьмем сайт Википедию, и, допустим, Википедия Foundation захотела монетизировать сайт не только с помощью доната, а еще с помощью оплаты доступа за контент. И когда я захожу на страницу и хочу посмотреть какую-то статью, то я должен буду заплатить какую-то комиссию за просмотр. И, например, мне может показаться такое окошко, которое говорит, что мне нужно заплатить деньги Википедии за то, чтобы просмотреть страницу. И в этом случае я могу открыть канал с Википедией с помощью того же самого Мета Маска, который известен пользователям сети Эфириума. При этом я депозирую два токена Википедии, например, в наш с ней канал платежей. И потом я подписываю свой баланс пруф о том, что я хочу заплатить, например, один токен за то, чтобы просмотреть страницу. Я подписываю… Надо отметить, что открытие платежа еще раз это ончейн транзакция, за которой выставляется комиссия. Однако дальше, когда я хочу получить доступ к ресурсу, я уже не делаю ончейн транзакцию, просто использую Мета Маск, чтобы подписать транзакцию и передать ее на сервер микрорейден, который установлен на стороне Википедии. И она уже, имея мой баланс пруф, она видит, что я перевел ей деньги и позволяет мне посмотреть страницу. И затем, когда я закончил просматривать сайт, когда я написал диплом, например, свой, через месяц-другой, я могу закрыть канал состояния, тем самым освободив деньги и передав их во владение Википедии Foundation. В общем, это все, что я хотел рассказать. Буду рад вашим вопросам. Спасибо за внимание. Спасибо, Саша, за доклад. Объясни, пожалуйста, только момент. Технически каналом является какая-то нода, на которой синхронизируются вот эти балансы? Технически, получается. Если мы рассмотрим случай микрорейдена, то там у нас имеется клиент и сервер. И получается, я должен открыть, клиент открывает канал сервером, это TCP-соединение, и по нему передает свои баланс пруф. В то же время, если, например, мы имеем… Это в случае микрорейдена. Сейчас я покажу это на слайде. Да, потому что микрорейден поддерживает только одноправленные платежи, когда один пользователь берет деньги мерчанту, центральному коммунту услуг. Если у нас имплементирован канал двунаправленный, как в основном проекте RAID&T, получается, у нас есть две равноправные ноды, которые общаются между собой по TCP-соединению. А кто их поддерживает? Ну, кто их синхронизирует? Кто их вообще создает? Любые пользователи? Можно доверять? Доверенные ноды должны быть? То есть, ну, по сути, чтобы пользователям использовать этот канал, они у себя локально запускают процесс микрорейден ноды и указывают, например, IP-адрес своего компаньона, и они подключаются между собой. То есть там нету посредников. Если мы рассмотрим случай обычного простого канала двунаправленного без посредников, тогда у нас как бы нету посредников, и ноды, они исполняются локально на компьютере. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Такой вопрос. А правильно я понял, что канал закрывает клиент? В случае микрорейден, да. Вот, а такой тогда следующий вопрос по поводу Википедии. Допустим, если я открыл канал, пользуюсь услугами, пользуюсь услугами, и как бы все, и не закрыл канал. Тогда по тайм-ауту в Википедии смотрят, что вы не платили там уже достаточно давно. То есть автоматом ей это на мерчанту пересылается, да? Да, там есть второе общезакрытие по тайм-ауту. Понял, спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я посмотрел на битриксе, пока этой монетки не вижу. Ее планируется выводить на мержу? Я не знаю, на каких биржах она есть, но я думаю, что она есть на многих биржах, на самом деле. Да, она на бинус. И вознаграждение будет, но тем, кто будет поддерживать по имену каналу, выплачиваться в токен от RdM. Она по Proof of Stake работает, да? Там нету блокчейна вообще в этом проекте. Он работает на основе эфириум-блокчейна. Ну, собственно, блокчейна нет у них. А, он на ERC-20, да? Да, это ERC-20 токен. Но на счет токена, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я смотрел, что он не используется в этой схеме вообще. Ну, насколько я считал, что комиссия за последником будет воплачиваться в тех токенах, которые используются в их каналах. А токен Raiden Network, он будет использоваться для каких-то second-layer сервисов. Как поиск, например, там есть же задача найти путь, да? Например, у вас есть большая сеть, нужно найти путь какой-нибудь кратчайший, там, с минимальной комиссией, да? И для этого нужен сервис, который можно будет оплачивать в этих токенах. Насколько я и знаю. Может быть, они поменяли свою модель, но то, что я знаю, это вот так вот. Да, да. И скажите, какой у нее калликулейтинг supply? Я, честно говоря, не знаю, я этим не интересовался, это больше патнической части. Я пойму, ну ладно, все. Саша, спасибо, я тут. Спасибо за доклад большое. У меня вот к тебе два вопроса. Первый – это какая защита от даблспендинга? То есть, например, сценарий, когда я рассылаю баланс-пруф нескольким пользователям, это первый сценарий. И второй – когда я послал баланс-пруф и потом, например, перевожу токены со своего адреса на какой-то левый, другой. Ну тут в чем дело, то что канал состояния, он открыт только между двумя пользователями. И баланс-пруф из одного канала, он не валиден в другом канале. Поэтому единственное место, которое ты можешь отправить транзакцию, это только одному пользователю. Поэтому вот эти кейсы не валидны. Потому что, ну да, вот поэтому. Ну подожди, хорошо. Вот я кому-то отправил баланс-пруф, и после этого я, например, в смарт-контракте свой токен перевожу на другой адрес. Но смарт-контракт, он же не позволяет тебе вывести эти токены до того момента, как ты не закроешь его. А если он закрыт, то пользователь B, он может вывести свою часть. Ага, то есть обязательно нужно будет закрыть. То есть я замораживаю свои средства. Да, ну как депозит, он только открывается после закрытия. Я понял. Хорошо, и второй вопрос – это где хранятся вот эти баланс-пруфы? То есть два человека обмениваются, например, мне очень много поступило денег в Riden Network, и вдруг у меня компьютер сломается или еще что-нибудь. К сожалению, это ведет к потере средств, потому что баланс-пруфы хранятся только у двух пользователей, которые открыли канал между собой. Если пользователь A, он сломался, то пользователь B, он может отправить старые баланс-пруфы и украсть деньги. Поэтому, да, вот в этом есть такой корнер-кейс, когда надо иметь хорошие компьютеры. И там можно, конечно, это же уже немного другой вопрос, как вот обеспечить безопасность баланс-пруфов. Можно их там, например, реплицировать на несколько компьютеров. Но смысл в том, что это ведет к потере средств. Я понял, спасибо. Пожалуйста. Два вопроса. Первый. По одному каналу могут перемещаться только одни какие-то одноименные, то есть одинаковые токены, либо там может быть какое-то различие в токенах? То есть это может быть много различных токенов? Нет, может быть только один тип токенов, но ты можешь всегда открыть много каналов с разными токенами. В простой имплементации именно только один тип может быть. И тогда второй вопрос. То есть тогда насколько применима эта технология, например, для тех же бирж? А, для бирж? Да, то есть... Широкий вопрос. Для AtomicSwap, да. Это отдельно немножко тема, но там я так подозреваю, что специально какой-то есть тип канала, в котором есть два типа токенов. И там уже обмениваются двумя типами токенов. Но это уже такой advanced case. На самом деле сейчас не готов разобрать, как это работает. Можно отдельно будет сделать доклад по биржам. Спасибо, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот как раз вы на этом слайде сказали, что два участника канала могут разлочить свои средства, когда они предоставят пруф, и эти пруф совпадут. То есть предполагается ли случай, когда они могут не совпасть и почему? Да, например, если пользователь А... Сейчас я выберу какой-нибудь другой слайд. Хотя это лучше... Когда, например, пользователь А, он видит, что пользователь Б, он сейчас неактивен, и у него появляется возможность украсть часть денег, которые он перевел уже пользователю Б. Он тогда предоставляет balance proof на момент того, когда еще до перевода, то есть, например, вот до этого момента balance proof, когда пользователь Б перевел ему большую сумму денег, да. И тогда контракт, он ее принимает и ждет какое-то время, пока пользователь Б не предоставит свою balance proof. Вот. Если у нас есть две balance proof, которые конфликтуются, то выбирается просто последняя по времени. Вот. Однако, если пользователь Б не успеет в отвезенное время предоставить balance proof свой, который правильный, то контракт канала закроется, и деньги будут украдены. Спасибо за доклад. Подскажите, можно ли увеличивать канал, когда он уже был открыт, и можно ли менять время жизни этого канала, ну, когда он сам закроется? Ну, время жизни канала, оно не ограничено, только ограничено тем, насколько пользователи захотят его держать. Вот. Это на второй вопрос. Первый вопрос, да, там можно, ну, например, вот с, например, даже с микрорейденом, я сейчас попробую посмотреть, есть ли там слайд, да, вот, например, не, наверное, нет в слайде, но там, да, то есть, получается, если закончились у вас средства, то вы можете сделать ончейн транзакцию по пополнению средств и продлить, ну, увеличить депозит. Спасибо. Привет. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Значит, если мне нужно будет передать токенов больше, чем я положил в депозите, мне нужно будет закрывать и открывать канал, или можно как-то повысить депозит одной транзакцией? Да, вот, как я говорил, только что, что можно сделать транзакцию, которая увеличивает твой баланс и добавляет депозицию какое-то количество там эфира или токенов, но это будет уже ончейн транзакция, но такая опция есть. У меня вопрос такой, есть ли реализация, либо планируется реализация, чтобы сохранять нонсы на глубину 2 или 3 по графу в разные стороны? Нонсы? Можешь пояснить? Я имею ввиду, что мы разбирали сейчас ситуацию о том, что у нас есть поразительное поведение, что человек может просто откатить версию программы и, соответственно, уже в рамках этой ситуации воспользоваться этой уязвимостью. можно сохранять последний номер транзакции по сути в рамках этой ноды и передавать ее по графу, допустим, на глубину 2 или на глубину 3, ну это будет более чем достаточно и когда он попытается закрыть канал, нода должна будет автоматически опросить весь граф, с которым он взаимодействовал и если по графу будет превышение или вообще случится, что найдется, что была еще какая-то транзакция, то, соответственно, ему будет отказано и возвращено все же то состояние. Ну да, в теории такая штука возможна, опять-таки, надо заинтересовать, чтобы он хранил твои баланс-пруфы и там будет еще комиссия за хранение, за то, что ты являешься ораклом того, что этот баланс-пруф последний, то есть это более сложная система, не уверен, что это самое оптимальное решение проблемы с тем, что кто-то поставляет старые баланс-пруфы, но такого не слышал, но это подлинная идея на самом деле, но такого не слышал, чтобы было. Просто можно не взимать комиссию за хранение, но она вот есть, вот система такая, то есть так хранится комиссия, ну, так хранится состояние, и так мы восстанавливаем состояние, это, ну, на мой взгляд, интересная идея. Да, согласен, но такого не видел, к сожалению. Саша, здравствуй, я здесь. Привет. У меня вопрос, наверное, такой больше прогностический, да, не кажется ли тебе, что такие сервисы типа Raiden, это скорее костыль под несовершенные proof-of-work консенсусы, или же ты видишь у Raiden какой-то use case на более совершенных цепочках типа EOS, или каких-то других цепочках, где будут еще более совершенные консенсусы, с нормальной масштабируемостью, пропускной способностью и прочими фишками. Да, к себе вопрос, хороший вопрос, вот, но, да, на самом деле Raiden решает вполне определенные проблемы блокчейна, которые вот работают сейчас, там, в частности, эфириума, да, но если этих проблем не будет, если у нас будет неграничная масштабируемость, не будет большой задержки, не будет больших комиссий, как в EOS, да, и будут анонимные транзакции, то, как бы, наверное, не будет большого смысла в Raiden, однако, я-то подозреваю, что в том блокчейне, где не будет проблем, будет пользоваться технология, которая очень похожа на Raiden в каком-то виде, и поэтому можно сказать, что он все равно там будет в каком-то виде. Сливаем ERC-20 их, да? Ну, это будет сложно сделать, конечно, но we'll see, короче, что будет. Вот. Сложно сделать какие-то прогнозы. Привет. Оу-ау. Спасибо за доклад. Скажи, считаешь ли ты возможным в будущем какие-то реализации подобной Raiden Network для переноса каких-то ценностей, токенов между блокчейнами? Между блокчейнами, ну, на самом деле, наверное, там не будет таких стоять задач, которые решает Raiden Network. Там немного есть свои решения, я селся же Polkadot, там тоже есть какие-то посредники между блокчейнами, да, там есть какие-то параллели. Можно сделать параллели с Raiden, но это уже другой проект на самом деле. Он в чем-то похож, но там задачи другие, другие проблемы, и поэтому, мне кажется, что, да, это другая, короче, область уже. Вот. Пожалуйста. Да. Да, Александр, спасибо. Можно слайд? Там вначале было Payments, по-моему. Так, сейчас, секундочку. Payments. Payments. Это, получается, да? Нет. А, нет, там графы были заблуждены, да. Любой, да, Payments, чем он только. Спасибо. Да, подскажите, пожалуйста, какая здесь математика заложена и алгоритм в поиске кратчайшего пути, критического, оптимального? То есть теория графов или используются какие-то стандартные вообще сетевые протоколы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот задача поиска пути, она лежит уже вне зоны проекта Raiden Network, и это будет решаться уже каким-то в second layer, то есть поверх этого Raiden Network будет какой-то сервис, который будет считать оптимальный путь на графе между двумя вершинами. И какой-то алгоритм будет использоваться, это уже вопрос реализации, это может быть открытым Dijkstra или любой другой алгоритм поиска пути на графе или в сети. То есть там можно... Есть много большая теория графов, и тут можно ее применить во всю силу, в общем-то. Спасибо за вопрос. Спасибо. Так, есть еще вопросы? Сейчас, секунду. Спасибо. Скажи, а есть ли возможность производить множественные каналы, возможно, какие-либо лимитированные, то есть чтобы в этой области может быть какое-либо развитие? В области... Можешь объяснить что-то? Ну, я имею в виду открытие одновременно множественных каналов, и чтобы они одновременно работали, и... Ну, собственно... Да, как бы это можно сделать уже сейчас, как бы если тебе есть необходимость открытия многих каналов в разных валютах, то как бы это можно сделать без проблем. То есть ничего не ограничивается на данный момент такую схему. Просто что-то нужно депозит на каждый канал, поэтому для того, чтобы уменьшить депозит, суммарно используется как раз-таки сеть каналов, которая позволяет не иметь много каналов. Вот. Ну, все? Еще? Подскажи, а сложно ли поднять такую ноду по сравнению с нодой для эфириума в своем PC? В плане... В каком плане сложно? Типа, насколько это настроение сложно или по ресурсам сложно? Нет, по техническим знаниям, допустим. Доступна вся эта информация или надо где-то искать очень сильно? Да, там есть какие-то, ну, такая документация, есть какие-то, небольшие гайды, но поскольку проект недавно только запустился в мейннете, документация оставляет желать лучшего на самом деле. И там, ну, я не сказал бы, что даже любой разработчик сейчас может это настроить. Там как бы заточена документация под Python разработчиков в основном. однако, если как бы есть ресурс, если как бы есть желание, то это вполне реально сделать. Вот. Это просто экспертизы. Требования к железу какие-то специфические? Я понимаю, это намного проще по железу, чем для эфира. Да, по ресурсам это гораздо менее требовательная система, потому что там не надо хранить никакой блокчейн, там не надо как бы вычислять там money, что-то. Просто ты открываешь коннекшн, это по сути как какой-то такой торрент, ну, как аналог такого торрент-клиента, который даже не скачивает файлы, а просто общается там небольшими балансфруфами между пирами, так скажем. Ну, финансово заинтересован может быть человек только когда начнется вот это через несколько точек передаваться токены, а если между двумя людьми каналы, то на этом никак не заработаешь. Ну, тут не надо же зарабатывать, если у тебя есть там, ну, даже не то, что друг, например, там есть две компании или два банка, которые имеют большой объем трансферов между собой. Там будет, как бы, там нету, где заработать, там уже будет выгода в том, что есть решение, которое позволяет тебе моментально без комиссии обмениваться и безопасно еще обмениваться деньгами. Вот, тут нет места комиссиям просто. Ну да, понятно, спасибо. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова